Здарова, гайз! Сегодня я буду записывать нереально краткий гайд на рандом триггер. Короче, находятся они тут, вот они оба. Берём первый из них, ставим, заходим. Ну вот что тут может быть, непонятно. Ставим первую группу, ставим вторую. Тут регулируем шанс активации одной из них. Ставим 30, это значит, что 30% шанс у нас на первую группу, и остальные 70% на вторую. Давайте поставим 50 на 50, тач-триггер, мульти-триггер. И давайте как-то их протестируем. Поставим два счётчика, одному выйдет спешл, даём item ID 1, другому выйдет спешл, даём item ID 2. Ставим пикап триггеры, в первом item ID 1 даём 1, прибавляется на 1, во втором item ID 2, прибавляется тоже 1. И вот смотря на наш рандом мы видим, первая и вторая группа. Этому даём первую группу, этому даём вторую группу. И оба эти триггера ставим на спаун триггер и мульти-триггер. И вот рандом на буквально 50 на 50 шанс прибавления одному из этих значений. Давайте сделаем что-нибудь другое. Вот у нас есть два блока, дадим одному группу 3, другому группу 4. Поставим мувы, третьей группы и четвёртой. И обоим этим мувам дадим движение на 10. Уменьшим время, спаун триггер, мульти-триггер. Ну и вот как раз 1 и 2 даём первому муву первую группу, второму муву вторую группу. Итак, ребята, ставьте ставки. Какой из этих кубиков дойдёт до этого финиша быстрее? Я ставлю на синий. Легендарный камбэк! Боже мой, что? Что? Хо-хо-хо! Нет, я не ожидал, ребят. Ну, кто поставил на синий? Я вот с детства засинела. Как же он хорош! Боже мой! Чувак, просто держи на награду, ты заслужил. А чё серебряный-то кубок? Оп, золотой. Всё, тып на... Так, короче, с рандомом разобрались. Переходим к адванс-трандому. Это буквально то же самое, просто у нас не два варианта, а чуть больше. Ну, точнее, сколько мы захотим. Итак, давайте чё-то придумаем. Я хочу сделать так, чтобы игрок доджил шипы, которые на него падают в рандомном порядке. Давайте сделаем то, как шип хотя бы будет падать. Так, проверяем. Давайте ещё сделаем индикатор, типа, чтобы шип запульсировал перед тем, как упадёт. И даже какой-нибудь звук по приколу. Вот такой, думаю, подойдёт. Уделяем все наши триггеры, даём спаун триггер, мульти триггер. Ставим над шипом. И с помощью такой штуки, как билд хелпер, сделаем несколько таких копий. Сидел, думал, где же группа 4, а она у нашего победителя. Итак, все наши триггеры с галочками спаун триггер и мульти триггер. И каждому их столбику дадим отдельную группу. И вот от 8 до 13 мы дали им группы. Итак, заходим в Advanced Random Trigger. Тут мы видим ID группы и шанс. Шанс, если что, не в процентах. Это, можно сказать, определённые очки шанса, которые мы добавляем к каждой группе. Давайте для начала выставим все наши группы. И вот мы видим. Восьмая группа, 10 очков шанса. Девятая, 10 и у всех по 10. Соответственно, все они срабатывают с одинаковым шансом. И вот проценты, собственно, поделились между собой. Мы можем добавить какой-то группе очки шанса. Например, вот этой 13. Нажимаем добавить. И мы видим, что у 13 группы их 20. У остальных всё так же 10. И процент на срабатывание куда больше, чем у остальных. Но нам это не надо, просто убираем. Нам надо, чтобы все шипы наши падали с одинаковым шансом. Так, давайте сделаем луп. Итак, я понял, что я тупой. И что я не сделал так, чтобы шип после того, как упал, возвращался обратно. А мне лень всё это переделывать. Поэтому давайте просто мувы сделаем на минус 10. Так, давайте скроем попытки с помощью options триггера. Потому что они меня бесят. И поиграем в это. Ну, короче, вы поняли, ребята. Как работает этот триггер, ё-моё. Да уж, мне не игра удалась на славу, ребят. И меня сейчас просто убьёт. Боже мой, нет. НЕТ! Ну, короче, спасибо, что смотрели, ребят. Думаю, принцип работы этих триггеров вам понятен. Тут ничего сложного. Экспериментируйте, делайте что-нибудь, ребят. Набирайтесь опыта в редакторе. И стройте просто, короче, бэнгеры. С вас лайк, подписка, репост, комментарии. Че мне еще снять, пишите Ну давайте, пока, короче